Ожидаемая победа Каримова на выборах без конкуренции Логотип Ожидаемая победа Каримова на выборах без конкуренции Радио Азатык, США РИА Новости Сергей Гунеев Позвученным Центральной избирательной комиссией Узбекистана Итогом выборов Действующий президент Ислам Каримов переизбран на очередной срок Международные наблюдатели дают критическую оценку электоральной кампании Центральная избирательная комиссия ЦИК Узбекистана объявила предварительные итоги президентских выборов 77-летний Ислам Каримов Первый Айпака Единственный президент Центральной Азиатской Республики Провозгласивший независимость в 1991 году после распада СССР Переизбран на высший государственный пост в четвертый раз По предварительным данным ЦИК За Ислама Каримова проголосовало более 90% избирателей принявших участие в голосовании 29 марта ЦИК Узбекистана сообщает о высокой явке избирателей По данным властей, в голосовании приняло участие более 91% имеющих право голоса граждан Всего в списке избирателей были внесены фамилии более 20 миллионов человек По словам председателя ЦИК Мирзулукбека Абдусаломова В ходе выборов не было зарегистрировано никаких нарушений Ислам Каримов за десятилетия правления устранил практически всю политическую оппозицию Критики Каримова называют голосование мошенничеством В котором специально отобранные конкуренты фактически проводили кампанию в пользу действующего президента Претендующие на пост президента, выдвинутые Народно-демократической партией Хатам Джон Кетмонов Кандидат от Социал-демократической партии Адалат Наримон Умаров И кандидат от Демократической национальной партии Возрождения Кмал Саидов Не скрывали лояльности правящему режиму Ни одна из партий, выдвинувших кандидатов, соперничавших с Исламом Каримовым Не является оппозиционной Без реальной конкуренции, наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе считают Что президентские выборы в Узбекистане прошли в отсутствие реальной конкуренции И омрачены рядом правовых и организационных недостатков Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, БДИПЧ ОБСЕ Опубликовала предварительный отчет на следующий день после выборов Глава миссии наблюдателей за выборами БДИПЧ ОБСЕ Тана Дезулуэта говорит Что на политическом поле страны доминирует персона Ислама Каримова В заявлении главы миссии говорится Что явное преимущество в жестко контролируемых СМИ Узбекистана было за Исламом Каримовым Несмотря на нормы законодательства Предусматривающие предоставление равного доступа к СМИ всем кандидатам Тана Дезулуэта также отметила Что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Каримова в качестве кандидата Несмотря на то, что по Конституции один и тот же человек не может избираться На пост президента более двух сроков подряд В БДИПЧ ОБСЕ отмечают Что списки избирателей были составлены по-разному в разных регионах страны Непоследовательность в методике составления списков ставит под сомнение их точность Западные организации, в том числе ОБСЕ, никогда не признавали ни парламентские, ни президентские выборы в Узбекистане справедливыми или честными Наблюдатели от миссии наблюдателей Содружества независимых государств СНГ дали гораздо более позитивную оценку выборам Глава миссии Сергей Лебедев заявил на пресс-брифинге 29 марта Что выборы были прозрачными, свободными и демократическими Каримов переизбран на пост президента в четвертый раз Срок полномочий президента Узбекистана – 5 лет Оригинал публикации «Радио Азотик» опубликовано 30 марта 2015 года 17.13